МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открылся центр, мы уже направили свои материалы в него и плотно сотрудничаем. Очень интересно, как по моему мнению, направление, которое стоит развивать. Самый северный в Никеле открылся офис туристско-информационного центра. Хоть они сегодня были соперниками, так, в общем-то, мы одна команда, сборная польской ГИНКа, но весело провели время. Команда Мончегорская на льду мурманской арены «Метеор» сразилась со сборной «Никеля» и «Заполярного». Вождение побольше, не только змейка и развороты ограничены. Что-то еще придумать. Может быть, какие-то квасти даже. В Никеле состязались «Автоледи». Конкурс провели по инициативе созданного в поселке женского клуба. Организовать праздник помогли центр «Вторая школа» и муниципалитет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и вот теперь все подробности. За четыре года Мурманскую область посетили больше 1 миллиона 800 тысяч человек. 2022 оказался рекордным – 540 тысяч гостей. Всего же за это время федеральное и региональное правительство поддержали 115 проектов в этой сфере на 350 миллионов рублей. Сейчас в области открывается летний туристический сезон. Впереди несколько крупных фестивалей в Териберке, Мончегорске и Никеле. Для развития отрасли к нам регулярно приглашают туроператоров из других регионов или стран. Совместно с РЖД заключили соглашение. Ведем работу по продвижению туризма прямо внутри поезда. Аудиогид и путешествия по Мурманской области будет сопровождаться экскурсией по тем местам, в которых ты, может быть, сейчас проезжаешь, но обязательно вернешься и можешь в следующий раз запланировать остановку на наших территориях. В Никеле открылся офис туристско-информационного центра. Он получил название «Северный». Там можно узнать, где же в Заполярье искать впечатления, какие удивительные места и необыкновенные экскурсии есть в Печенском округе. Заповедник Пасвик, индустриальный маршрут Шпиль, водопады – вот лишь малая часть того, что может заинтересовать путешественников в Печенском округе. Теперь всю информацию можно получить во фронт-офисе «Северный» туристско-информационного центра в Никеле, открытие которого ждали и жители, и те, кто занят в туристической отрасли. Очень рады, что открылся центр. Мы уже направили свои материалы в него и плотно сотрудничаем. Очень интересно, как по моему мнению, направление, которое стоит развивать. Очень красивая природа здесь. И хочется найти какую-то изюминку, еще какую-нибудь изюминку, чтобы возить сюда как мурманчан, так и жителей гостей нашей области. Разместился центр на первом этаже дома номер 4 по улице Сидоровича. Его открытие почетные гости назвали важным шагом в развитии турноправления в Печенском округе. Это результат взаимодействия многих заинтересованных сторон. Это действительно важный шаг, потому что, когда человек приезжает в любой город, ему важно получить где-то в одном месте всю информацию о том, что здесь есть. Потому что очень сложно бывает ориентироваться. Там есть заповедник, здесь есть индустриальные маршрутки, здесь есть в поселке водопады, еще, еще, еще. Но много всего, что можно посетить. Спасибо компании «Норийский никель» за выделенные финансовые средства на открытие этого центра. По официальным данным, у нас в два раза увеличилось количество туристов в 2022 году по сравнению с 2021. И открытие этого центра, конечно, оно будет способствовать увеличению турпотока в нам в округ. Наверное, никель можно назвать особенным местом, потому что туризм – это новая точка роста для муниципалитета. И здесь важно отметить, что есть сильные и надежные партнеры и в лице Норникеля, и в лице второй школы, и в лице администрации муниципалитета, что позволило нам все это собрать воедино. Бизнес, который с удовольствием уже готов делиться продуктом, а не просто какими-то идеями на тему, как развивать туризм. Фронт-офис «Северный» не просто будет делиться информацией. Здесь планируют проводить просветительскую и профориентационную работу в сфере туризма. Подобные офисы уже открыты в Мурманске, Тереберке, Умбе, Апатитах и Кировске. Петр Широбоков, Руслан Мавлютов, Александр Полистовский, ТВ21+, Никель. В Манчегорске продолжается масштабная реконструкция спортивного комплекса «Гольфстрим». Объект регулярно контролирует представителей градообразующего предприятия. Комиссию возглавляет вице-президент, руководитель Кольского дивизиона Норникеля, генеральный директор Кольской ГМК Александр Леонов. Напомним, в зоне Большого бассейна стены были демонтированы из-за аварийного состояния. Теперь с помощью специально разработанных технических решений возводятся новые. Мы демонтировали все стены, перекрытия. И в настоящее время уже заканчиваем монтаж металлоконструкций, быстровозводимых под монтаж сендвич-панелей. По срокам у нас все идет согласно графику производства работ. К концу июня мы закроем контур и даже накидаем кровлю. Кровля у нас будет мягкая, поэтому все это произойдет очень быстро. На объекте работает более 30 человек, которые трудятся без выходных. На завершающей стадии монтаж инженерных систем. В разгаре – общестроительные и отделочные работы внутренних помещений. Рабочие обрабатывают стены и потолки антигрибковым составом и готовят к покраске. В малой чаше бассейна ведутся пусконаладочные работы. Проверяют на работоспособность системы водоподготовки. Работы по обновлению «Гальстрима» на контроле у вице-президента, руководителя Кольского дивизиона «Норникеля», генерального директора Кольска ГМК Александра Леонова. Хорошо, молодцы. Молодцы, что графики. Молодцы, что сократили. Дело намного, а предстоит еще больше. Открытие обновленного современного многофункционального комплекса «Гальстрим» с тренажерным залом, спортбаром, соляной комнатой, сауной, бассейном запланировано на конец ноября этого года. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. В Печунском округе прошел День предпринимателя. Представители бизнеса встретились с работниками администрации и корпорацией развития Мурманской области. Площадкой для диалога стал центр «Вторая школа». Сотрудники администрации ответили на вопросы предпринимателей и рассказали бизнес-сообществу о новшествах. Одно из них – профессиональный чат, где публикуют новости о конкурсах, грантах, субсидиях и мерах поддержки. Там же можно задать вопросы представителям муниципалитета. Для того, чтобы любой предприниматель, любой самозанятый, любой руководитель и среднего, и малого бизнеса мог обратиться в администрацию, не ходить по кабинетам, а обратиться к одному представителю, это инвестополномоченному. В программе Дня предпринимателя была и тренинг-игра «Как не выгореть на пути к цели». Организовал ее центр «Вторая школа». Она – часть серии обучающих программ для бизнес-сообщества. Данную программу поддерживает «Нальский никель». И это такое уникальное явление, когда большой бизнес поддерживает развитие малого бизнеса на территории. Пришло достаточно людей, которым деловая игра интересна. Это эмоциональный тренажер. То есть он дает возможность отработать алгоритм и отследить, где я в какие моменты занимаю позицию и не могу выйти из ситуации, по каким причинам. Какие стереотипные мысли меня вгоняют в ситуацию, где я не вижу решения. Участники тренинга анализировали ситуации, препятствующие эффективной работе. Отрабатывали алгоритмы выхода из затруднений, учились справляться с эмоциями. Подача материала, интересный оратор, скажем так. То есть интересно рассказывает. Новые знания, новые интересные знакомства, возможные методики, учитывая название тренинга сегодняшнего. Сегодня очень много новых людей, позитивных таких, которых ты чувствуешь, что мы с ними на одной волне. Вообще во второй школе я первый раз. Я ни разу не была, много слышала об этом месте. Ну, мне понравилось, как все происходит. И вообще, если честно, я была удивлена, что меня такого маленького предпринимателя с маленького-маленького поселка пригласили на мероприятие. Завершился День предпринимателя в Никеле награждением активных представителей бизнеса поблагодарили за сотрудничество с органами местного самоуправления. Илья Комлев, ТВ21+. В Манчегорске блокировали хлорное облако. В Кольской ГМК провели плановые учения по ликвидации условной утечки опасного газа. Такие тренировки проводятся регулярно для отработки действий подразделений компании в случае чрезвычайной ситуации. По легенде сегодняшних учений у нас произошла разгриметизация цистерны с хлором железнодорожной в районе ЦМТО. В ходе учений было задействовано три единицы техники. Это ГАЗ-3308-11, это аварийно-спасательный автомобиль, и две автоцистерны, которые были установлены на рубежин для орошения хлорного облака. Была произведена разведка в целях поиска пострадавшего, который был удачно обнаружен и условно передан работникам скорой помощи. Также для ликвидации утечки была установлена магнитная консоль. Это спецоборудование, предназначенное для ликвидации утечек небольшого диаметра. Имеется магнитный захват и рабочая часть, которая вводится в образовавшиеся отверстия. Кроме этого, у нас в арсенале есть еще копья пневматические, пневматические бандажи, хомуты, заглушки, ликвидации утечек разного диаметра и на разном оборудовании. То есть магнитная консоль в данном случае у нас наиболее эффективна. Учения максимально приближены к реальным условиям. Все подразделения компании производят учебную эвакуацию с рабочих мест. За действиями следят сотрудники Департамента промышленной безопасности. Обязательно у каждого работника должны быть противогазы, они должны уметь пользоваться ими. И, соответственно, знать, в какой точке сбора должны находиться. Выборочный опрос показал, что работники владеют вопросом, слышали вводные, знают, как применять средства индивидуальной защиты, сработали четко, отлаженно. Тактические учения – высшая форма подготовки, которая позволяет совершенствовать и поддерживать высокую планку готовности аварийно-спасательных служб и персонала к чрезвычайным ситуациям. Отслеживаем взаимодействие между диспетчерскими службами компании, аварийно-спасательными службами, как у нас проводится эвакуация всего персонала, проверяется, как у нас отрабатывает аварийно-спасательная служба в данной ситуации по ликвидации и локализации данной аварии. Будут опрошены все посредники, которые у нас находятся в других подразделениях, также отслеживают ход проведения всех эвакуационных мероприятий. Соответственно, будет проведено совещание и подведены итоги. Предварительное действие персонала заслужили удовлетворительную оценку. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Мончегорск. Волейбол, баскетбол, мини-футбол. Скоро в Печенском округе по этим и другим видам спорта пройдут корпоративные соревнования кольского дивизиона «Норникеля» за полярная весна. Но открыл программу состязаний товарищеский матч по хоккею. Команда Мончегорска на льду Мурманской арены «Метеор» сразилась со сборной «Никеля» и «Заполярного». Этот товарищеский матч ставит точку в зимнем сезоне. Больше игру команд не будет, но это не означает, что хоккеисты кольской ГМК до осени забудут про клюшки и коньки. Дальше у них продолжать будут тренировки здесь, на ледовой арене, подготовка к корпоративным соревнованиям «Норникеля» по хоккею, потому что уровень команд растет. И так как у нас сборная кольского дивизиона представлена на двух площадках, вот именно Мурманск, площадка ледовой арены «Метеор», позволяет равноудаленно ребятам здесь тренироваться и оттачивать свое мастерство. Мурманский «Метеор» сейчас самое удобное место для тренировок хоккеистов кольской ГМК. Путь до него от двух площадок компании примерно одинаковый, а своего летнего льда ни в Манчегорске, ни в Печенском округе пока нет. Впрочем, только пока. Мы продолжаем, скажем так, работу в этом направлении, проектно-сметная документация. Немножко сдвинулась срок ее разработки, связанная это с тем, что часть оборудования и, скажем так, оснащение арены пришлось менять из-за санкционных рисков. На данный момент разработка в ПСД завершается. По Заполярному все немножко проще. Там необходимо дооснастить имеющийся корт хоккейно-искусственным льдом. Я думаю, там будет все гораздо быстрее, и уже мы хороших новостей ожидаем в ближайшее время. С первых минут матча успех был на стороне манчегорцев. Первый период завершился со счетом 1-0 в их пользу. И потом игроки в черной форме только наращивали отрыв. Последний, десятый раз ворота соперников они взяли на последней секунде. Болельщики даже засомневались сначала, засчитает ли этот гол. Хоть они сегодня были соперниками, так, в общем-то, мы одна команда, сборная Кольская Гюнка. Ну, весело провели время. Мне кажется, были моменты с обоих сторон, и у нас, и у них чуть лучше сыграл вратарь у Манчегорска. К сожалению, мы не реализовали моменты. Ребята в атаке, соперник сыграл посильнее. Ну, и, в общем-то, счет по игре, я так считаю. Команда Манчегорска помоложе. Общий возраст, я думаю. Последняя игра сезона завершена, но игроки прощаются только на неделю. На следующих выходных они продолжат подготовку к главным корпоративным соревнованиям «Норникеля». У нас общий лед, общие тренировки и так далее. То есть мы, получается, первый час нашей тренировки мы отрабатываем разные упражнения, а второй час играем между собой. То есть делимся на команды, на равные, и также тренируем игру в игре уже, получается. Насколько я знаю, что как из-за полярный филиал, так и ремонтник будут усиливаться новыми игроками. У нас всегда стояла задача на золото, поэтому будем идти к своей цели. Постараемся улучшить результат, а там как пойдет. Шанс побороться за золото «Норникеля» у хоккеистов Кольской ГМК будет в ноябре. В прошлый раз на корпоративных соревнованиях они заняли второе место. Петр Шарабоков, Илья Комлев, Максим Кравченко, ТВ21+, Мурманск. Ну а в Никеле состязались автоледи. Конкурс провели по инициативе созданного в поселке женского клуба. Организовать праздник помогли Центр 2-я школа и муниципалитет. Мастерство вождения женщины показывали на площади металлургов. Напомним, обустройство событийного пространства в поселке при поддержке «Норникеля» стартовало полтора года назад и будет продолжено нынешним летом. Участницы конкурса должны были продемонстрировать не только навыки управления автомобилем, но и ярко представить себя и свои увлечения. Поддержка близких не возбранялась. Вторая часть конкурса проходила уже в центре 2-я школа. Здесь эксперты рассказали автоледи, как не дать себя обмануть на СТО и выявили сильнейших в знании правил дорожного движения. Общее мнение участниц – первый конкурс не должен стать последним. Вождение побольше, не только «Змейка» и «Разворотно ограничено». Что-то еще придумать. Может быть, какие-то квесты даже. С поиском чего-либо по городу. Ну и так далее. Все очень понравилось. Огромное спасибо организаторам. И за подарки тоже. Вот на этом очередной выпуск нашей субботней программы «Дежурный по печенге» подошел к своему завершению. В студии был Петр Широбоков. Хороших всем нам выходных и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин